Здравствуйте! Меня зовут Ребяга Александра. Я ученица 7 класса Нижней Куранахской средней школы Алданского района. Тема моей работы – влияние кинотерапии на эмоциональное состояние подростка. Цель – выяснить, действительно ли кинотерапия может изменить эмоциональное состояние подростка. Мы предполагаем, что кинотерапия – один из самых простых и действенных методов, положительно влияющих на эмоции. Нами были изучены следующие методы – изучение теории, анкетирование, наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ и обобщение. Объектом исследования послужили обучающиеся 7 класса, а предметом – их эмоциональная сфера. Подростковый период является самым сложным и нестабильным в эмоциональном плане. Гормональная перестройка в организме, несчастная первая любовь и другое. Все это приводит к необъяснимым эмоциональным вспышкам, тревожности или агрессии. Мы решили провести ряд экспериментов, используя один из видов арт-терапии – кинотерапию. Кинотерапия – это метод терапии, предполагающий просмотр и обсуждение кинофильма с помощью психолога. В процессе просмотра кинофильма и анализа собственного восприятия его образов, участник кинотренинга исследует свои личностные особенности. Вопросом положительного влияния кино на человека задавались такие ученые, как Антонио Менигетти, Сергей Красин и другие. Но впервые кинотерапия взята в качестве инструмента, влияющего на эмоции подростка. В эксперименте участвовало 10 подростков, он проходил в три этапа. В ходе проверочного эксперимента нами были проведены тесты по шкале БЭКа и с помощью определения эмоционального состояния на проверочном заключительном этапе. Таким образом, мы получили следующие результаты. Эмоционально стабильный – ноль человек, легкий уровень эмоциональной нестабильности – два, средний уровень – три человека, высокий уровень – пять человек. Вторым этапом стал формирующий эксперимент. Для просмотра была выбрана комедия Прыгунова «Миллиард». После просмотра были заданы вопросы. Кто из героев вам совершенно не понравился? На месте кого из героев фильма вам хотелось бы оказаться? И другие. На слайде представлены некоторые ответы. Вначале мне не понравился сам «Миллиардер». Разве можно так относиться к своим детям? От души смеялись над героями. Хочу пересмотреть еще раз с родителями. Заключительный контрольный эксперимент был проведен с целью проверки подтверждений выдвинутой нами гипотезы. Окончательные результаты таковы. Эмоционально стабильный – восемь человек. Легкий уровень эмоциональной стабильности – два. Средний и высокий уровень эмоциональной стабильности – ноль человек. Был проведен еще один эксперимент, основанный на результатах цветовой диагностики Люшера. Также проходил в три этапа. Результаты первого этапа таковы. Три человека хотят покоя. Три человека утомлены или замкнуты. Два человека хотят преодолеть препятствия сильной воли. Вторым этапом стал домашний просмотр фильмов «Форест Гамп», «Тайна Коко», «Привидения», «Перед классом», «Миллионеры Струщев». Результаты заключительного этапа такие. Один человек хочет покоя. Два человека хотят изменить жизнь, осуществить надежды. Четыре человека энергичных хотят успеха и победы. И так далее. Получив положительные результаты, нами был составлен каталог на основе собственного зрительского опыта, а также рекомендаций научного руководителя. Было предложено одноклассникам дополнить каталог. Результатом стал продукт, список фильмов, для которого пополняется. Таким образом, в результате исследования темы мы пришли к следующим выводам. Изучив теорию по данной теме, мы выяснили, что подросток чаще всего чувствует счастье, гнев, тревогу, печаль, раздражение. Выяснили, что причинами эмоциональной нестабильности подростка являются гормональная перестройка, социальный статус, несчастная первая любовь, высокие требования родителей, семейное неблагополучие. Дали понятие кинотерапии, узнали правила проведения кинотерапии. Эксперименты показали, что просмотр подходящего фильма может улучшить настроение, помочь найти решение своих проблем, натолкнуть на свежую мысль, задуматься над смыслом своей жизни, проанализировать свои поступки и свои качества. Результаты диагностики по Бекку и Люшеру показали, что кинотерапия действительно может положительно влиять на эмоциональное состояние подростка. Составили каталог фильмов. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Спасибо за внимание. Продолжение следует...